всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу сделать финансовый расклад расклад на тему финансов идею к этому раскладу мне предложили двое мужчин это александр невский и мужчина под ником вася виктория я так понимаю что это общий расклад на пары общий канал общий расклад говорю общий канал пары значит василий предложил расклад на тему что происходит у вас в голове с финансами с финансами заговариваюсь александр невский предложил тему что нас ждет финансах а вот я решила объединить эти две темы и сделать один расклад под названием что происходит у вас в голове с финансами и что с ними будет в будущем эту тему на самом деле финансов не очень то любят хотя в принципе она очень актуальна для многих из нас но все равно давайте посмотрим и пускай на нее не будет много просмотров как обычно я уже привыкла так три позиции 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие камешек смотреть будем на двух колодах колода мона лиза и колода темного света такая вот турбашка одна из моих любимых колод помню я приобретала ее у автора по предоплате очень долго ждала стоила она тогда 40 долларов с доставкой мне обошлась по моему около 50 вот ну я ее очень-очень люблю хорошо надеюсь вы определились с позициями отодвигаем и так позиция номер один голубенький камешка сначала мы просмотрим что у вас происходит в вашей голове с финансами и потом что вас будет ожидать так скажем ближайшем будущем на три месяца на больше загадывать не будет потому что я не люблю прогностику и так что у вас сейчас происходит в голове с финансами так ну с финансами знаете амбиции очень много амбиций очень много желаний до построения какого-то своего будущего я бы сказала здесь не то чтобы какие-то вот мечтания до фантазии по поводу будущего а такое достаточное ну целеполагание то есть человек по крайней мере определяется с тем что он хочет в своей профессиональной сфере что он хочет иметь в своих финансах то есть здесь ориентирую нас идет на будущее да на построение на построение какого-то нового фундамента на заработок на расширение здесь человек знаете не просто мечтает и создает какие-то формы а он четко понимает что ему нужно сделать для того чтобы как-то расширить во первых то что он имеет основной стороны а с другой стороны если здесь только начинаете как-то вот выстраивать какой-то свой проект либо какой-то реализовать какой-то бизнес план да то здесь вот прям такой хороший хороший фундамент закладывается именно правильный земной фундамента не то что какие-то предположения нет здесь вот прям достаточно все так добротно хорошо сделано если мы говорим о партнерстве то есть если я здесь какой-то проект который вы хотите реализовать да то я могу сказать что партнерство пройдет достаточно так благополучно то есть сообща здесь акцент идет на преумножение на расширение на увеличение что еще у вас происходит в голове по поводу финансов ну вот выпадает смотрите тройка пиндакли да это материальная карта туз пиндакли что в голове происходит возможности да какие-то либо желания расширения чего-то да опять-таки повторюсь новые возможности шансы для здесь знаете что здесь не не желание зарабатывать большие деньги а здесь вот именно желание реализовывать какие-то свои способности возможности умения да то есть есть какие-то навыки способности у человека да и он ищет какие варианты есть существует до либо как применить свои способности вот если мы говорим например о хобби да то как о хобби можно перевести в свое дело на которое можно будет зарабатывать да то есть здесь вот именно увидеть вот эти вот шансы до которые на будущее смогут принести свои плоды но мне нравится что здесь мы рассматриваем финансы и вот прям финансы они такие достаточно земные да то есть нет вы здесь вот каких-то иллюзий что еще у вас по поводу финансов в голове вот я рассказывала да о том что вы ищете какие-то возможности до реализации своего мастерства своих талантов то вот здесь вот есть небольшая такая какой-то знаете вот расстройство что ли переживания какая-то такая вот беспомощность некая которая говорит о том что вот как-то я не вижу какие-то шансы то есть то что все все что я имею меня это уже не удовлетворяет да вот по поводу моего мастерства вы достаточно трудолюбивые люди да то есть вы не лентяй не не сачкуете не уклоняйтесь от работы вам нравится да это вам приносит удовольствие это вас делает знаете на самом деле человеком то есть вот человеком в каком понятии я работаю не потому что это надо да а потому что мне это приносит удовольствием и я получаю через работу какой-то опыта я вот как-то здесь ощущение того что я чувствую себя человеком да вот как-то я себя уважаю неважно сколько денег я зарабатываю вот есть какое-то такое знаете вот внутреннее удовлетворение да что я не труден а человек который зарабатывает здесь вопрос не в сумме не в количестве а вот именно внутреннем ощущении да уважение к себе что я могу зарабатывать да что я чувствую себя таким знаете достаточно независимым человеком потенциал здесь у вас хорошие на самом деле на финансы почему-то что выпадает ну кроме туза выпадает тройка восьмерка девятка прям девятка и десятка педагоги до 9 плюс 1 как раз к десятке если вы что-то делали какой-то какое-то свое дело да какой-то проект и ожидали результатов да то вы очень близки к его завершению единственное что вот здесь вот какой-то вот настрой не совсем хороший может быть не хватает какого-то интереса что ли запала вот потенциал есть до способности есть возможности есть но вот с настроением здесь как-то не очень как-то знаете вот сложность заключается в том что вы не можете как будто бы найти свое направление не можете сделать выбор определиться что именно вы хотите знаете это когда у человека очень много талантов да и он может равномерно и одинаково заниматься разными делами да вот он при этом он понимает что ему нужно сфокусироваться на чем-то одно вот что-то одно выбрать я не знаю ну например мы играем на музыкальных инструментах да прекрасно играем на скрипке допустим да и на фортепиано и мы понимаем что если мы хотим сделать какую-то карьеру до музыканта многогранного безусловно нужно сфокусироваться на чем-то одном и вот вам сложно выбрать да на каком же инструменте я буду играть потому что каждый хорош по-своему и вот здесь вот из-за этого как будто бы ну вот вы не видите возможность у меня такое ощущение что вы как-то для себя не можете определиться из-за того что нету четкого определения в очленении на чем именно вам сфокусироваться вы как будто бы пока плаваете да пока знаете вот внутри себя вы понимаете что нужно решиться да куда идти дальше оставить позади то что вот было хорошо как-то наработано достаточно уходить от своей какой-то вот неуверенности да и двигаться дальше вот здесь как будто бы в у вас враг не другие люди не конкуренции а вы сами то есть вот когда вот вы захотите когда вы сделаете себе вызов да бросите себе вызов скажите вот я соревнуюсь сам собой да вы не вы не человек который но во первых вы не командный игрок а вы лидер в сам по себе по натуре вы одиночка поэтому вам в работе легче ну быть одному чем в неком таком партнерстве так вот вы сможете двинуться дальше только при условии если вы перестанете как-то вот топтаться на месте и захотите да вот двинуться пока неуверенность есть у вас некая такая стабильность да и вроде бы у вас все удовлетворяет но вот здесь как будто бы нету ощущение во первых для чего вам двигаться дальше вот прям как в прошлый раз в прошлом раскладе во вторых вам здесь нужно одержать победу над самим собой вот с одной стороны вам нужно определиться вот именно в своей профессиональной деятельности если мы говорим о финансах да то здесь финанс вас напрямую связано с вашей реализации то есть это не за счет кого-то да если вы женщина как женщина должны стать такой независимый сами по себе то есть вот сейчас вот мне кажется все таки у вас этап такой период когда ну пока я еще ничего не хочу да пока вроде бы я остаюсь на том уровне на котором я нахожусь сейчас вот и здесь как будто бы вам не хватает знаете какой-то искры вот зажечься да иногда бывает рождается какая-то идея да либо разговаривать с человеком он тебе что-то предлагает вот его загораешься и тебе это нравится и ты хочешь сделать вот у вас здесь все при вас как говорится да и ум и руки и способности все есть но нет вот этой искры на вот это вот желание до загореться почему потому что вы не понимаете вообще для чего вам это нужно и с другой стороны есть есть неуверенность так я хочу знаете что спросить я хочу спросить какое у вас отношение к деньгам такое достаточно легкая гармоничная спокойная стабильная у вас деньги они идут на эмоции у вас вот эмоциональный план он напрямую связан с деньгами вот знаете а еще какая у вас связь есть по связи есть напрямую с отношениями если это завязано на эмоциях вас напрямую связано с отношениями вот если у вас в отношении все хорошо если у вас все гармонично до взаимоотношения с противоположным полом вот вы как-то это вас наполняет эмоционально и к вам идут деньги то есть вопрос не о заработке денег а именно протяжении да то есть умение замечать деньги из пространства вот этот вот ваш навык когда вы либо внутри себя негармоничны до когда вам не хватает каких-то эмоций вы впадаете немножечко в какое-то уныние скуку и и поэтому денег то у вас нету а работа вам и так и нравится да то чем вы занимаетесь вас это вполне удовлетворяет вот здесь все завязано на эмоциях хотя еще на этой колоде посмотрю что происходит вас голове с финансами я бы сказал что вы пока только находитесь в планировании в построении каких-то вы знаете амбиций для себя желаний что еще вас происходит голове с финансами как будто бы гоняйте от себя деньги отталкиваете свои деньги защищаетесь от них знаете здесь такое ощущение что чем меньше денег как будто убеждение такой да чем меньше денег тем меньше я буду привлекать других людей к себе вот вы такой достаточно знаете скрытый человек сами по себе закрытые и скрытые и закрытые и когда появляются деньги такое ощущение что сразу в вашем пространстве появляются люди которым надо помочь которым что-то нужно делать не вот они создают вам кучу неприятностей либо у вас есть ощущение что всегда у вас будут забирать деньги то есть как только они появятся всегда появится кто-то кто захочет лишить вас этих денег вот у меня выходит знаете девятка кубка в этой колоде монолиза на такая классная вот сидит значит парень и надкусывает яблоки у него вокруг много много разных яблок он ничего не доедает и просто надкусывает ему от этого хорошо вот у вас голове происходит то знаете с одной стороны как будто бы знаете вот эти вот программы иногда кто-то может говорить да нет это не так эти программы они у нас работают на бессознательном уровне вот если бы мы их осознавали то у нас бы не было проблем а если у нас есть проблемы это показатель того что мы их низ не осознаем они есть а мы их то есть не замечаем мы не можем отследить вот эту вот формулу да как она как этот принцип да весь работает механизм но здесь вот у меня какая-то знаете защитная такая реакция в плане того что мне хорошо мне кайфово так мне в принципе то больше ничего и не нужно да то есть сейчас такой вот момент что здесь девятка кубков а здесь девятка пентаклей да вот вы как будто бы в себе закрылись вам хорошо вы наслаждаетесь и здесь вопрос тогда где-то может быть мечтаете до деньгах как я уже сказала да есть какие-то амбиции хорошо было бы иногда у вас промелькают какие-то вот идеи искры что а давай я вот это сделаю давай вот это сделать то время как-то проходит и не хочу делать да и не надо то есть но не сделала и не сделала вы как-то не отчаивайте здесь ощущение того что вы сейчас заняты другим делом еще заняты сами вы сейчас занята наслаждением удовольствием да здесь вот как будто бы не вы чувствуете что сейчас такой этап периода когда нужно наслаждаться собой наслаждаться жизнью предвкушение того что в будущем будут у вас какие-то большие перемены и вы как будто бы знаете из последних таких сказать последние минуты да вот когда лето заканчивается и вот ты выходишь на солнышко чтобы согреться чтобы словить последние лучи потому что предвкушает что будет холодно да и ты но еще долгое время потом за всю зиму не увидишь солнце и тепла и вот и как будто в последний момент собираешь последнее солнышко да как будто бы насладиться а вот этими вот последними лучами так вот у вас здесь такое ощущение что и предчувствие даже того что будут какие-то перемены вашей жизни да и вам дальнейшем ну надо быть много работы да вы будете много заработать зарабатывать и вот вы как будто бы предчувствуя это сейчас отдыхаете да как будто бы набираетесь сил удовольствие получаете вот от того что сейчас вашей жизни происходит даже если ничего не происходит получать удовольствие от бездействия потому что вам это как будто бы сейчас надо здесь акцент даже вот не ощущение того что не вообще не на заработок не на что а именно на себя на свое какое-то удовольствие нужно сделать акцент больше хорошо что вас ждет ближайшие три месяца давайте посмотрим по финансам в этой колоде император такой знаете он достаточно грустники он сидит и возле стола так как-то голову опустил что-то ему грустно немножко что вас ожидает ближайшие три месяца мне хочется сказать что вот по поводу финансов вы как будто бы знаете будете больше размышлять будете больше размышлять будете больше может быть что-то изучать вот вы не будете вступать какую-то конкурентную борьбу вот вы будете как будто бы избегая избегать каких-то идей мыслей по поводу финансов ну вот что-то думать да здесь вы однозначно не идете в новое здесь однозначно я не вижу какого-то движения до каких-то изменений ваших финансов я бы сказала что вот вы больше остаетесь с теми финансами которые у вас есть как будто бы вы хотите как-то стабилизировать то что имеете вот вы на самом деле сейчас не находитесь в процессе того чтобы как-то делиться и взаимодействовать с миром вообще своими собственными энергиями вы не готовы обмениваться не готовы что-то сделать вот вот ближайшие три месяца будет продолжаться вы будете обходить какие-то острые углы чтобы ни на что не напороться знаете вот трудности какие-то сложности будете избегать здесь как будто бы вот у меня такое ощущение какой-то вот подпольные да что если вы что-то делаете то делаете так знаете в тихаря чтобы никто ничего не узнал не открыто не то что это противозаконное но вы не будете этим афишировать даже если у вас будет деньги вывод как будто вы будете копить мы говорим например появилась к эта цель то хочу поехать в отпуск а вот я тихо-тихо буду откладывать эти деньги никому ни о чем не буду говорить да но при этом я буду вот работать вот здесь вот у меня идет ощущение такого что больше всего для себя и как-то тихо скрыто незаметно чтобы никто об этом ничего не узнал лишний раз никому ничего не не говорить как будто бы да знаете даже будете отводить ну делать что так для отвода глаз чтобы никто не увидел но при этом при этом будете делать знаете будете как будто бы подготавливать почву и то что вы будете делать вы это будете делать по-своему вы это будете делать в удовольствие для себя не так как все то есть возможно кто-то здесь нашел либо разработает как-то какой-то механизм заработка денег по-своему то есть если это будет какой-то проект он не будет похож не на какой-то другой до идеи может быть будут сходные схожие но то как вы их будете реализовывать это будет ваш путь кто-то здесь может даже заниматься каким-то творчеством вот вы выберете для себя свой путь но я не вижу чтобы этого как-то взаимодействовали с людьми да то есть если например ваша профессия предполагает взаимодействие с клиентами я не вижу чтобы здесь было какое такое то есть знаете если есть то не напрямую а как-то косвенно вот ну например если взять допустим мою профессию то не делаю не провожу консультации напрямую я получила какой-то вот например заявку да я записала расклад и отправила то есть напрямую напрямую контакта как такового нету поэтому и вот у вас взаимодействие с деньгами она как будто бы как-то напрямую не будет скрыто будет давайте еще на этой колоде посмотрю что вас ожидает ближайшие три месяца но вот вы будете определяться определяться да я не вижу чтобы были какие-то изменения вот вашей голове пока вы не видите этих возможностей здесь еще расскажу ощущение того что идет происходит какое-то становление вас как личности и вам сейчас не для денег не до денег вам сейчас не до профессиональной сферы вам сейчас не до того чтобы заявить о себе очень ярко в мир что вот это я вот это вот мои услуги и приходите что-то делать сейчас у вас акцент смещен на что-то другое вот именно выпадает императрица на становление себя да вот на нахождение внутренней какой-то гармонии да вот весь мир сейчас он внутри вас он не вовне и вы разбираете сейчас вашим внутренним миром для кого-то может быть актуальна тема семьи то есть создание именно семейных уз возможно найти партнера вот у меня ощущение то что ваша личная жизнь она завязана на ваших финансах то есть как только вашей личной жизни все идет хорошо это знаете это выражается в вашем внутреннем мира ощущения вот вам хорошо вы кайфово вам кайфово вы радуетесь да вас есть партнер вы влюблены и вот на эти эмоции приходят деньги потому что вы как будто вы замечаете эти возможности да и деньги вообще сами к вам приходит по себе а сейчас как будто бы у вас нету этой энергии да на которую вы смогли бы притянуть финансы поэтому у меня вообще в поле здесь я не вижу денег не потому что здесь идет какая-то бедность да либо еще что то нет просто акцент вас он смещен больше на становление себя нежели на какую-то другую сферу то есть я ярко не не вижу чтобы выражено было что-то связанное с деньгами здесь вам важно определиться сейчас собой то есть что вы хотите как вы хотите дальше жить на чем вы будете держать акценты да какие ценности для вас будет важны то здесь вот вы больше в себе сейчас находитесь так такая вот у нас была первая позиция мы с вами приходим позиции номер два красненький камешек что у вас финансами сейчас происходит в голове десятка кубков так паш мечей и паш кубков здесь вот как будто бы завершение чего-то какой-то этап до переходный и мысли идеи зарождаются по поводу чего-то нового да здесь вот какие-то мысли у нас идут думаем и размышляем может быть получаем какую-то новую информацию с кем-то разговариваем беседуем может быть здесь примирение идет с кем-то исследуем какие-то области для себя но идея с чем здесь вот связана идея и что у вас идея по поводу финансов до краски по поводу того как вы сможете зарабатывать деньги здесь все что связано с деньгами напрямую связано семьей семьей либо вы думаете как вам выстроить сейчас какой-то такой вот фундамент на на что вы можете опереться до либо вы сейчас думаете о том как бы заработать побольше денег для того чтобы содержать семью либо создать семью либо содержать семью но здесь вот идеи вы ищете эти идеи вы думаете над этими идеями размышляете на хотите какого-то нового нового зарождения да по поводу заработка что-то новое легкости хотите какой-то вы знаете праздника что ли может быть тоже не хватает здесь как будто бы вы устали уже дать держаться за то что имеете потому что здесь достатка не небольшой и вот вы возможно были какие-то утраты но вы держите здесь за из последних сил как говорится да за были какие-то успехи связанные с финансами может быть то что откладывали да сейчас пользуетесь этими деньгами что еще у вас в голове по поводу финансов не знаю может быть здесь какие-то праздники грядут и вы думаете о том как бы какие расходы да надо будет на какие-то подарки на какое-то веселье на какое-то мероприятие то есть вы нацелены на какой-то праздник дьявол да здесь у нас выпадает и рыцарь кубков какой-то вот здесь какие-то знаете страхи выпадают по поводу что-то вам неизвестно есть какая-то информация которая скрыта от вас и вот вы долгое время видимо ждете какого-то ответа какого-то решения а вы его не получаете может быть кто-то ждет здесь подписание каких-то документов связанных с деньгами а ответа пока не получаете это тоже вас каким-то образом сейчас интересует этот вопрос хорошо это в общем а что у вас сейчас по финансово что у вас сейчас с деньгами на данный момент но мне кажется что денег то у вас нету если есть то это совсем прям вот небольшие суммы вы как будто вы знаете учитесь зарабатывать сейчас деньги либо вы сейчас обучаетесь где-то финансовой грамотности либо вам нужно научиться потому что здесь у меня выпадает карта как будто бы знаете надо подумать на будущее то есть то что то как вы зарабатываете это пока не совсем верный способ и либо он не дает вам результаты пока либо это не совсем верный способ здесь какой-то вот сценарий обучения воспитания до проходит либо вы вам деньги сейчас вы думаете где найти деньги на воспитание детей до на содержание детей на обучение детей здесь вот как-то что-то связано с детьми либо вы обучаетесь скорее всего здесь идет как-то вот обучение связанное с деньгами до прямого в переносном смысле что это за обучение на маг как будто вы знаете колдуете что-то и магичите по поводу того как бы мне заработать нужную сумму денег на что-то для чего вам деньги нужны вот вы как потом на перспективу хотите да для чего то вам на будущее нужны деньги на перспективу вот вы как-то отдалились сейчас да для того чтобы пересмотреть возможности как тут на будущее на что-то еще вам деньги нужны сейчас для того чтобы но по крайней мере вы думаете да чтобы почувствовать вот знаете какой-то вот некое такое с одной стороны расслабление с другой стороны удовлетворение наполненность внутри это внутреннюю да то есть здесь как будто бы есть усталость по поводу финансов до что и все время как-то не хватает не вот его устали и хотите как то чтобы вас деньги порадовали что ли что но может быть кто-то действительно прямом смысле хочет каких-то подарков что подарки подарили как то вот порадовать эмоции вам здесь не хватает на самом деле а здесь ощущение того что вам нужно посмотреть на мир немножко иначе не так как вы смотрите на тему финансов здесь у вас с финансами сейчас идет обучение то есть вас вселенная сейчас обучает чему вас учат пятерка пентаклей ну вот это и есть на самом деле урок пятерка пентаклей по финансам урок по забрали наш забрали оставили вас без ничего для того чтобы что для того чтобы вы стали как-то действовать для того чтобы вы закрутили колесо фортуны в ту сторону в которую вам необходимо здесь ощущение того что вы очень часто полагаетесь на удачу очень часто полагаетесь на других людей как-то вот на судьбу и меньшей степени берете на себя какую-то ответственность поза за свои собственные деньги так вы как будто бы у вас нету опоры вы одеваете маску здесь да здесь вот четверка жезлов этой колоде показано как акробаты плохо наверно видно потому что далеко до 4 акробата каждый в своей позе и каждый держит свою маску и здесь 4 акробата не краски падают с колесом фортуны колесо фортуны здесь вот такое до 4 эпохи что-то здесь связано с четверкой здесь связано еще знаете как-то вот цикличностью какой-то с повторностью то есть вас обучает 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 а вы как-то не не понимаете не не берете уроки которые вам дают смотрю на этой колоде что это за уроки которые вам хотят показать по поводу финансов вы их не понимаете вот опять четверка выпадает как-то вот бездействия страшно вам как-то вы закрываетесь от чего от трансформации не проходите вы трансформацию незрелые у вас отношения по поводу финансов вот вас обучают вас обучаю здесь какие-то конфликты ссоры по поводу денег идут у вас вот вам нужно сделать переоценку ценностей по поводу того как вы видите финансы здесь не совсем правильный подход я не знаю какой у вас подход по отношению к финансовому здесь неправильно вы смотрите здесь вас специально лишают до либо денег либо какой-то стабильности либо недвижимости да чтобы вы изменили подход к этой ситуации чтобы вы на деньги по-другому посмотрели что вы научились на равных взаимодействовать с людьми что вы развивали здесь больше слушали себя чтобы вы пошли знаете в том направлении в котором вас зовет ваша душа чтобы вы реализовывали свои мечты свои желания есть такое ощущение что вы этого не делаете что вот вы где-то знаете больше отдаете другим вы как будто вы жертвите вы не делаете ничего для себя проще говоря поэтому вас лишает лишает чтобы вас больше нечего вам было дать другим людям чтобы вы наконец-таки что-то начали делать для себя вот вы все делаете для других и ничего не делаете для себя вы не реализовывайте свои желания здесь вы должны ваш урок вы должны научиться реализовывать свои собственные какие-то вот потребности желания то есть больше сделать акцент на себя то что вы хотите вы у меня выходите все время каким-то просящим человеком да нуждающимся человеком зависимым человеком если у вас появляются деньги вы сразу их как будто бы отдаете другим людям вот вы вкладываете в других вот видите в семью вкладываете у вас есть собственные желания но вы свои желания откладываете на потом сначала желание других людей идет здесь ваша задача с финансами сейчас я посмотрю что вас ожидает ближайшие три месяца но у меня такое ощущение что здесь вот ваш урок как раз таки связан с тем чтобы научились ставить себя на первое место не других людей а себя ставить на первое место поэтому у вас забирают все что у вас ожидается в ближайшие три месяца по поводу финансов что вас ждет но здесь ощущение того что какие-то долги вам надо будет отдавать радости не хватает удовлетворение не хватает знаете наслаждение во первых от своей работы здесь как будто бы либо у вас нету работы да ну то есть вы дома сидите до занимаетесь бы там либо вообще все что связано работа это для вас вот как будто бы но в поле такого понятия нету вот у меня хорошо прослеживается семья хорошо послеживается забота а там нужды дети а вот вопрос там я не знаю построение карьеры финансов реализация в социуме здесь вот в поле вашем как будто бы нету нету такой мем метки что можно было бы как-то вот считать это здесь не хватает знаете того чтобы вы сами себя создали вот здесь не хватает вам перерождение в ближайшие три месяца что вас ожидает по финансов но вы будете только планировать что-то рассчитывать что-то думать вот нефти не в те ворота знаете вот вы стучитесь не в те двери вы стучитесь мне здесь тройка педакли в этой колоде монолиза показывает что но не подвод здесь человек значит сосликом стоит и он какому-то там рыцарю стучится чтобы зайти ворота тот его ну пройти через ворота этого не пускает в этот замок здесь утащение того что не туда вы смотрите не туда стучитесь не то вы делаете но если все-таки здесь как будто бы знаете практики не хватает то есть больше если это самозанятость да то у вас очень много допустим теории а практики нет вы не практикуете у вас неправильно выстроены приоритеты вот я спрашиваю что вас ожидает до в ближайшие три месяца мне показывает ваши истории мне показывают сценарий не показывает что вас ожидает ближайшее время здесь показываю что неправильно выстроены приоритеты не зато держитесь надо отпустить вот что-то нужно отпустить то что для вас прям ценно а вы за это держите за и за это да за это держитесь и чем больше вы держитесь тем больше у вас это как будто бы забирают да здесь здесь не говорится о том что вас ожидает финансов здесь говорится о том что вы должны пройти какой-то урок мне идет здесь сценарий какой-то вы знаете бедности какой-то экономии только будет поэкономите на себе дефицит недостаток вот как-то вот последняя нет у вас понимания что такое изобилие понимаете не деньги даже как таковые поток денежный а именно вот ощущение наполненности что ли ценности себя значимости себя потому что деньги ведь это напрямую показатель нашей ценности насколько мы ценим себя насколько мы себя любим уважаем это проявляется в финансах то есть вам даются деньги на реализацию своих желаний а здесь как будто бы знаете вы даже и на желаниях то экономите а если желаете то желаете что это такого вот по мелочам не не крупное что-то потому что вы в это и не верите да и как будто вообще не энергия такая идет о том что вот вы как будто говорить а мне не надо понимаете то есть вы как тут своей позиции заявляете о том что не то что вы недостойны а вот какой-то минимализм понимаете в этом нет ничего плохого но вселенная дает еще меньше от того что вы просите и вот вы и так минималистичны по своей натуре а тут вам дают еще меньше и вы знаете и вы за это как будто бы благодарны а у меня такое ощущение что вот вам специально как-то вас в тиски какие-то вот сужают довести вас до самого предела чтобы вы сказали да нет блин я заслужила больше я это получу потому что это по праву моё эти вот как будто бы стать и вот в полный рост заявить о себе а вы вот он дает как-то так по мелочам да 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 благодарю благодарю и и это знаете как считывается не то чтобы благодарны то есть это в минус считывается почему потому что вы как будто бы говорите да я благодарю вот за эти две копейки но у меня есть значит и вселенной горднуки если ты благодарен значит его больше не надо вот я тебе даю только две копейки вот здесь как-то вот какой то вот такой вот сценарий у меня идет с финансами здесь и я не вижу что были какие-то перемены в ближайшие три месяца по финансам вам нужно пересмотреть свою позицию свое отношение к самому себе своим собственным желанием вы не совсем понимаете что такое нет у вас финансовой грамотности до понимания не то что вы транжирите а вот наоборот вот здесь вот какой-то дефицит экономия так знаете откладываем на черный день а этот день черного все время приходит вас как эта дыра вот только вы скопили сразу что-то появилось надо заплатить здесь вот как будто бы знаете вот вашем и словарном языке чтобы понять вы посмотрите что вы говорите о финансах да как вы говорите о деньгах запишите немножко свои убеждения по этому поводу выражение ваши любимые выражения по деньгам они напрямую показывают вашу ценность перед миром вы сами вот вы как будто бы сами себя обесцениваете понимаете и здесь не поражало здесь не то что вы жалеете у я бедный несчастный меня так ничего там либо там самобичеванием нет а вы просто как-то знаете вы о себе то не заявляете вы о себе не афишируйте не говорите допустим какой вы мастер что вы умеете вот это вот скромность знаете она которая присутствовала до высшем советском союзе как училить будь поскромнее вот неправильно этот посыл да то есть если у вас есть метод убеждения быть поскромнее это неправильно это это одна из причин почему у вас нету денег хорошо позиция номер три зелененький камешек что происходит у вас в главе с финансами так здесь мы хитрим здесь мы не идем в новое либо если вы идете в новое идете старыми путями либо у вас здесь есть как-то вот вы идете окольным путем да вы как будто бы не хотите меняться ваши отношения с деньгами какое-то вот хитрое с чем связана эта хитрость со страхами страхами обман здесь какой-то страх обман чем это связано ну вот по поводу развития по поводу развития по поводу общения по поводу дальнейшего движения вот вы как будто бы знаете занимаетесь самообманом в чем здесь что с чем связано здесь как будто бы ваше движение она такое знаете эпизодическое то есть она как вспышкой появляется что-то там поделаете там два-три дня а потом перегораете все вот быстро выгораете своих идеях то есть нету дисциплины нету постоянство нету стабильности нету долгосрочности все вот как-то краткосрочно вспыхнула сделалось все перегорела вспыхнулась опять сделала перегорела что еще здесь самобан здесь вот разрушение здесь нужно что-то разрушить разрушить какие-то сценарии ваши которые уже отжили а вот поэтому то хитрости выходит до семерка мечей а вы все еще за это держитесь здесь какая-то боль у вас присутствует связанная с справедливостью знаете вот такое чувство что здесь вы здесь вы кого-то вы знаете сами себя что наказываете здесь сценарий которые вы придумали по поводу финансов что вот я заслужила это до либо заслужил мне больно здесь боль я не знаю чем она связана но не с финансами какая-то вот ваша рана и вы себя винить его здесь вы чувство вины есть вы себя в чем-то вините и поэтому не идете как-то в новое блин опять здесь у троек запутано поэтому мне будете писать что не получили ответы я не понял но здесь на самом деле как-то все у вас так хитро сплетенные вы же умные люди так что так запутаете что здесь какой-то сценарий вот по колесу фортуны сценарий выходит который вы как будто бы не качели и вы не можете исцелиться что нужно здесь исцелить вы как будто бы не можете выйти из кризиса да у вас здесь какой-то затяжной финансовый кризис идет причем это урок ваш какой-то по пятерки педагли здесь урок у вас идет как у двоечек с чем связан ваш урок соответственностью что соответственностью у нас здесь тяжело нету какого-то удовольствия у вас да так вы не понимаете свои ценности не такое ощущение что вот здесь вот как будто продолжение второй позиции урок вас не понимаете свои ценности поэтому не идете вперед то есть вы себе как будто говорите что вот я я еду да я что-то делаю но вы как будто бы делаете одно и то же разными способами не выходите вы в новое вы как будто бы убегаете от решения задачи какой-то с чем у вас здесь урок связан вот опять луна у меня идет на повторе две луны вы как будто бы знаете вот вам протягивают руку помощи а вы за нее не беретесь вы за нее не 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 держитесь вы как будто говорите я сам я сам это сделаю но смотрите не туда не в том направлении смотрите здесь вот это сценарий да я по-моему и в прошлом раскладе говорила у троечек вы не можете переродиться вы не можете блин не так ощущение что вот я одно и то же говорю каждый раз наверное просто нету каких-то вот перемен до вашей жизни чтобы что-то новое сказать ну здесь вот нету перерождение нету здесь нету глубокой какой-то вот такой переоценки ценности пересмотра и выпадает ирафант вот вы у вас есть свое понимание да по поводу финансов как их нужно зарабатывать что нужно делать и все вот вы как уперлись уперлись почему я говорю потому что здесь золотой бык нарисован вот упрямничаете все и не хотите сделать как-то по-другому почему упрямить потому что есть выгода в чем у вас здесь выгода связанная с финансами как-то медленно вы идете к своей цели ну вот вы не совершаете перемен вот в этом то и есть то вся ваша выгода да что вы как-то как будто вы себя обманываете что у меня больше нет возможности что я не могу что я не справлюсь на самом деле вы не просите помощи здесь какая здесь вам нужна реально какая-то помощь помощь во первых связано знаете с чем не то чтобы что-то что-то сделал а у вас нету веры вот вы как будто бы не верить в то что вы справитесь вы не верите в то что вы сможете зарабатывать деньги что вот это чтобы выйдете победителем вам вера не хватает а почему знаете это как-то вот связано с заботой может быть это родительский какой-то сценарий я не знаю какие у вас отношения были с отцом но здесь как будто бы не хватает вот мы говорили про веру до доверия не хватает и какой-то вот опоры знаете вот заботы безопасность безопасность то есть вам как будто бы страшно что здесь еще за сценарий почему вы хитрите но то у меня неуверенность идет просто элементарно неуверенность хорошо что у вас еще в голове по поводу финансоват кроме вот этих хитростей до что вы что-то как будто бы делаете 10 действительно совершаете а результат не получаете что еще у вас идет в голове здесь вот такое ощущение что что-то внутри вас знаете вот как будто бы убили какой-то вот знаете красоту вот мы говорим да крылья в детстве подрезали крылья и все и я больше ничего не могу делать не такое ощущение что вот вы что-то внутри вас убита такое красивое какое-то свобода может быть что-то вот внутри вас убита знаете может быть какое-то желание именно по поводу финансов может быть здесь есть страх который связан как-то с деньгами я имею ввиду что безопаснее вот как будто бы безопасней быть вот бедным потому что когда есть какая-то роскошь это знаете здесь у вас как будто бы моральные какие-то ценности всплывают до в контексте того что вот люди зажирались на с дурью там жиру бесится денег много не знает что выбрать и вот вы как будто вы смотрите да на это все здесь сценарий идет и у вас это вызывает отвращение и вы как будто бы себе говорить о том что нет я лучше буду вот зарабатывать меньше но то мне как-то на душе что-ли будет спокойнее совесть как-то будет чисто здесь какие-то вот придуманные сценария по поводу того чтобы вы как будто бы не зарабатывали больше вы убегаете понимаете вы убегаете убегаете от того чтобы показать себя показать свое мастерство то что вы есть на самом деле вот вам причинили какую-то рану какую-то боль и внутреннюю что-то надломалась внутри вас и вы вот уже ничего не хотите не знаю может быть это этап такой какой-то затяжной вот все будет никак не можете пройти эту трансформацию с чем здесь вот связано по финансам трансформация принятие решения решение нужно принять вы не уверены да не можете найти вот именно баланс между вот этим духовным и материальным то есть есть у вас какие-то убеждения которые показывают что человек имеющие финансы он не совсем моральный на то есть он не совсем духовный а поскольку вы хотите быть чисты душевно поскольку вы хотите быть ну в кавычках хорошими да вот и духовными вы как будто бы отталкиваете финансы потому что вот финансы они как будто бы грязь они какие-то вот здесь нет у вас понимание что это одно и то же на что деньги это это не то что это отдельно материя и отдельно духовность а это одно и то же одно и то же просто две стороны медали и у вас вот как будто бы вот эти вот качели постоянные всплывают и вы закрываетесь для того чтобы как-то найти ответ проанализировать вы не можете для себя найти какой-то ответ плюс ко всему здесь ощущение того что деньги вас как-то сковывает понимаете что вам деньги не дают возможность а деньги вас как-то вот ограничивают вам кому-то бы без денег легче лучше вы чувствуете себя свободными здесь вот я говорю в сценарий какой-то ответственности то есть деньги они для вас вот какая-то вот ответственность сложность здесь нужно обнулиться но шут у нас тоже говорит про доверие про умение оставлять прошлый опыт позади есть у вас какой-то болезненный опыт я не знаю с чем он связан с деньгами с личной жизни с чем он связан но вот есть какая-то боль которая вас держит и не пускает не пускает вас пройти эту трансформацию до поменять как-то свои взгляды для того чтобы что-то новое что-то хорошее вошло вашу жизнь каждого эта трансформация своя я не знаю с чем это связано потому что расклад общее вам сказать не могу но здесь в эту трансформацию не проходите почему не проходите достаточно далеко долго но вы сможете вот здесь вот маг есть на вы можете если вы захотите если вы поймете для чего вам это нужно вы сможете найти внутри себя это решение примириться вот внутри вас понимаете здесь есть как будто бы хочется сказать две школы мировосприятия да два два разных взгляда на ситуацию и с одной стороны вы либо одну рассматриваете либо другой а здесь фишка в том то и заключается что это не и вот это или то а а союз и и это и то и вам нужно научиться найти вот этот вот объединение вот этих двух взглядов а они у вас противоположные понимаете вы никак не можете примирить вот эти два взгляда что еще у вас голове по поводу финансов здесь картинка такая женщина взрослая на платье рисует сердце не рисует пришивает сердце там и на этом виде пуговицы либо что еще что-то знаете вот какое-то вот успокоение да вот это вот боль знаете она к она отдает периодически вам о себе знать да то есть только вы в голову высунете вам гов сверху там башки опять ударили вы опять вниз то есть только вы как будто бы забываетесь вы не прорабатываете эту боль вы не прорабатываете вот здесь что-то какая-то может быть обида есть на здесь такая карта да интересная шестерка мечей а человек значит нарезал хлеб и под другую сторону стола сидит другой человек вот он отрезал хлеб в тарелке и отодвигает от себя знаете как это с барского стола может быть здесь гордыня какая-то тоже такое может быть здесь есть что-то что причинила вам боль вот я сказала боль да и выпадает аркан правосудия 11 когда двое мужчин борется до один другому морду бьет вот то ли ссора здесь было то ли здесь какой-то скандал был причем это знаете вот очень болезненно и то что вас ранило и вот пока вы это не пройдете вот здесь вот урок по финансам вот этот вот кризис да он с этим связан это может быть какая-то вам сказать давняя какая-то обида на кого-то вот из-за того что она сидит внутри вас она как будто вы знаете вот гложет и она сосет вот эту вот энергию до вместо того чтобы набраться сил и проработать в свой вот этот вот кризис какой-то сценарию рубеж перерасти переоценку ценностей здесь глубокую надо сделать переоценку ценностей пересмотр вообще все своей жизни вы этого как будто бы не делаете знаете можете сделать какую-то часть а вот только доходите до этой обиды не там я правда там вот я вот был прав здесь вопрос не в том кто прав кто виноват а здесь вопрос сделать пересмотр пересмотр мы делаем ситуации жизни когда мы не включаем эмоции мы не оцениваем кто прав кто виноват а мы ищем причину корень что послужило что скрывалась за этой ситуации какую потребность я покрывал почему она случилась больше более глубоко надо копать а вы как будто вы знаете дотрога дотрагивайтесь до этой боли вам становится больно в лоб опять уходите вы не дорабатываете есть что-то какой-то пласт я не знаю что вы никак не можете его проработать хорошо что вас ждет ближайшие три месяца и на этом мы закончим по финансам что вас ожидает ближайшие три месяца тут замечая здесь вам нужно принять какое-то решение знаете по поводу того что вот вы хитрите от того что вы не действуете вот вы как-то не действуете в этом есть какая-то хитрость на что-то из-под тяжка вам нужно принять какое-то решение по поводу действий до куда двигаться дальше и действительно двинуться дальше не обманываться потому что здесь обман вы как будто бы больше наблюдаете да за собой но вы не действуете вы не действуете вы не проявляете свой профессионализм свое какое-то мастерство если вам необходимо попросить какую-то помощь не бойтесь сделать это потому что вам нужна поддержка понимаете вам вы сами двинетесь вперед вы сами пойдете вы в перемены которые вам необходима но вы должны завериться поддержкой каких-то людей пускай морально до что вот который будет вас ну и не знаю поддерживать какой-то пинок был будет волшебный до вы как-то должны двинуться дальше хитростью до что-то вот два сценария есть хитрость и не действие не движение вперед вот я говорю хитрость и движение ну вот это вот карта прям вообще она у меня впервые выпадает в этой колодию смотрите двойка жезлов да вот посмотрите два двойка же за два быка один здесь другой здесь них тележка и каждый в свою сторону тянет один наверх другой вниз и а мужчина стоит здесь и он не знает кого какого быка гнать верхнего и либо нижнего потому что они в разные стороны идут вот это вот ваша хитрость вот даже не столь хитрость а вот то что я сказала вот это вот не понимание до что выбрать мораль либо выбрать действия материю потому что это и другое она вроде бы имеет свою какую-то ценность и вот вас туда-сюда мотает вы никак не можете определиться что еще у вас здесь будет по финансам ну дьявол но вот дьявол у вас выпадает по финансам это не искушение независимость а здесь знаете дьявол в данном случае мне говорит о каком-то выживание адаптировать адаптивность то есть дьявол это у нас адаптивность человек который имеет адаптироваться в любой ситуации до выживать вот вы как будто бы здесь но идет вот процесс выживания вы всеми силами хотите что-то сделать не получается и очень надеетесь что все будет хорошо да по крайней мере ну ждете какое-то вот у вас ожидание есть вы будете стараться сеять на будущее то есть какие-то действия небольшие да вы будете совершать вы будете сеять семена на будущее вот пока вы внутри себя не найдете какую-то гармонию здесь финансов что-то чтобы сказать что будет какие-то перемены я не вижу единственное что вы делаете вы параллельно то есть вас смотает туда-сюда на качелях и где-то вот в перерывах вот это вот головокружение вот вы как только остановились до после этого головокружения более-менее пришли в себя посеяли одно 7 потом вас опять на качелях стала крутить его опять это самое сложнило вас вы только остановились до пришли в себя гоп сразу посеяли то есть как-то вот в перерывах да вы еще умудряете что-то сеять на будущее но вас мотает вас мотает из вам не хватает решимости понимаете вам не хватает с одной стороны вам не хватает вот нет у вас понимания что такое финансы очень много здесь убеждения по этому поводу который вас останавливают они противоречивые да то есть одно и то же убеждение то есть с одной стороны она говорит а с другой стороны говорит нет вы как будто бы запутались и из-за того что вы запутаны у вас нету внутреннего спокойствия вы не можете принять правильное решение вам не хватает решимости то есть у вас сомнения вот эти вот постоянные сомнения они вас гложет из-за этого вы как-то вот ну не можете выбраться дать вам пример перед чтобы было понятно один день его просыпаетесь вы говорите все теперь я буду писать там посты что-то начинаете делать вот потом к вечеру кто-то написал какой-то коммент может быть не очень-то приятного и все да правильно мне сказали зачем я это занимаюсь это не мое дело все опять бросили на проходит несколько дней я ничего не делаю потом опять что-то начинаете делать встретили какой-то вот негатив какой-то препятствия опять закрылись ничего не на какой-то знаете и и здесь вопрос не в том что вы не постоянные а здесь вопрос том что у вас нету внутреннего равновесия вас нету внутреннего примирения самим собой понимание того что вы хотите куда вам идти какой цели у вас нету этого понимания почему потому что нету ориентиров то есть иду я вперед это плохо не иду опять это плохо то есть вот качели постоянные качели нету внутреннего стержня а внутренний стержень и фундамент у нас появляется только тогда когда у нас выстроена правильно система ценностей на что мы можем опереться а у вас этой системы ценности нету что нужно сделать вот здесь как будто бы знаете вы заранее не можете продумать выстроить сценарий вот вы всегда находитесь каких-то потерях утратах вы все время теряете здесь вот семерка педаклей в этой колоде так как будто бы выгоняет а какие-то вот родственники выгоняет женщину с ребенком а то есть вовремя не продумано в вовремя не предугадала как нужно сделать да что как мне быть а король педакли здесь вообще женщина которая скорбит по поводу того что король умер на мужчина умер то есть вот кого-то не не дальновидные вы в чем-то здесь вот этот вот момент тоже может быть не знаю я запутала востройки или нет но что я увидела то и сказала вот такая вот у меня была и третья позиция у каждого здесь своя какая-то трансформация знаете вот будет мотать зараза по кругу ходить вертеть до тех пор пока но не придет это понимание и и не можешь никак повлиять на эту ситуацию то есть но не вижу я вам говорится ли она кей не вижу я тебе еще раз покажу я тебе еще раз покажу и сколько браться на него как будто вы знаете вот что-то не срабатывать нету того инсайта чтобы я понял и поменял и вот пока это не придет да вот как-то вот никто такое ощущение что от помощи вы только вы сами себе сможете помочь найти ответ потому что ну во-первых расклад общий автор здесь показывает такую ситуацию что это связано напрямую с вами это напрямую связано с теми ограничениями которые есть внутри вас то есть такое ощущение что у вас нету понимания структурного что есть там есть на материальное что духовно вот здесь вы знаете вы разграничиваете а вам показывают что нету эти границы то есть нет белого и черного не духовного и материального все есть едино и вот вам это внутри себе а то есть это вовне а внутри вас нету вот этого вот единения до чего-то какого-то вот внутреннего до общего понимания общего направления у вас его нету и вот вот как только вы это сделаете да и поэтому вы не действуете внутри себя какого-то определение нету по поводу финансов я не могу вам сказать ничего более конкретного кроме того что я уже сказала я благодарю вас за внимание всего вам самого наилучшего пока пока